Всем привет, с вами Прия, и сегодня мы немножко пофармим голдишку. Как говорится, иметь немножко голды хорошо, а иметь почти 11 миллионов еще лучше. И этот голдфарм будет основан на получении, конечно же, чистой голды. Чистая голда — это замечательно, так как мы не делаем каких-либо операций с аукционом, мы не делаем никаких трейдов с людьми, мы им не продаем что-либо, мы у них ничего не покупаем, мы просто, можно сказать, работаем сами с собой, в своей профессии, продавая какие-либо вещи и что-либо еще делая. Конечно же, как и перед любым фармом, должна быть фаза подготовки. Для текущего фарма, в котором мы будем делать кое-что интересное, нам потребуется снятие шкур, желательно с максимальными звездочками, а именно на сбор кожи и на сбор костей. Также нам потребуется кожевничество с одним особенным крафтом, который я покажу чуть позже, когда зайду на нужного персонажа. Ну и также нам потребуется чарка на перчатке. С целью того, чтобы быстренько снимать шкур, мы можем зачарить перчаточки на култераское снятие шкур. Ну или зандаларское, если вы играете за орду. Тут все упирается лишь только в то, за какую фракцию вы играете. Но не буду тянуть, зайду на Демон Хантера и уже все, на нем это рассмотрим. Вот он сбор кожи третьего левела, вот он сбор костей третьего левела. С целью получения звездочек в профессии вам нужно выполнять определенные пункты. В стандартном интерфейсе следующий уровень всегда прописан и можно глянуть, кого нужно шкурить или какое задание нужно выполнить с целью того, чтобы получить новую звездочку. Само собой, чем больше звездочек, тем эффективнее наш фарм. На одной из звездок он будет не так профитен, на трех звездах он будет более профитен. Не забываем о култерском снятии шкур или зандаларском. Ну а крафт, который мы будем делать, к чему я все это подвожу, называется цестус из шершавой кожи. У орды есть аналогичный крафт. Он также стоит 10 шершавой кожи и 8 окровавленных костей. Но счастье для альянса то, что этот цестус стоит дороже, по-моему, на одну или две золотые монеты. Ура за альянс! Хоть где-то, как говорится, повезло. И что нам нужно сделать? Нам с целью всего этого фарма нужно портнуться в зандалар, нам нужно портнуться в зулдазар и прилететь к тому месту, ну или прибежать. Окей, у кого-то полеты есть, у кого-то их нет до сих пор. Мы прибегаем к месту, где обитают гориллы. Как это все было нафармлено, вы можете в ускоренном формате в текущий момент рассмотреть. Глянуть пулы, глянуть, как это все ауешилось и в каком количестве падала кожа и костяшки. 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 После получаса фарма разгребем абсолютно все сумки с реагентами. Собственно, что нам нападало, разберем. Глянем различные серые и зеленые итемы, на сколько голды они упали, потому что это тоже важно с целью финального подсчета. Все серые вещи и вся зеленка, которая упала за полчаса фарма, стоят 836 голды. В принципе, результат неплохой. Запишем его. 836. Плюс, открыв профессию кожевничества, мы можем сделать 84 цестуса из шершавой кожи. 84 умножить на 50 почти 8 голды. Это, в принципе, число тоже неплохое, но просчитать его в уме немножко сложно. Это потребует небольшого ожидания, поэтому мы просто абсолютно все скрафтим и абсолютно все продадим торговцу. Также не забываем о том, что эти цестусы, тяжелое, конечно, слово, могут скрафтиться синими. Синие цестусы, само собой, стоят дороже, чем зеленые. По-моему, голдишки на 10. Самый важный момент, который я еще хотел сказать, потому что, скорее всего, насчет него будут в комментариях писать и все такое прочее, аддончики для заранее собранных групп с целью того, чтобы мгновенно к ним подсоединяться, будут в описании. В ВК-группе в обсуждениях есть абсолютно все модификации. Найдете и скачаете себе их. Далее, во время нападения этим фармом заниматься намного лучше, так как заранее собранных групп становится больше, намного. Люди делают локалки совместно на убийства, орды, на всякие такие вещи. И в итоге, чем больше заранее собранных групп, тем меньше времени нам нужно тратить на то, чтобы дождаться спавна этих горилл. Чем меньше времени мы тратим на ожидания, тем больше голды мы выфармливаем. Ну, я думаю, логика тут ясна. Ускорю момент крафта и финальный подсчет сделаем. Абсолютно все крафты сделаны. Замечательно, даже еще 219 шершавой кожи осталось. 200 шершавой кожи можно продать на ауке. Это примерно 200 голды, но так как фарм у нас чистый, мы это учитывать не будем. Собственно, нафармим потом костей и скрафтим еще больше одноручных кистевых оружий в процессе. Изначально к моменту фарма было 11042 голды. После того, как абсолютно все было продано в виде крафтов, в виде серых вещей и в виде зеленки, которая дропнула, стало 16890. То есть получается 5850 голды. Если умножить на 2, так как я фармил полчаса, а мы считаем в час, то получается 11700. Но это число не особо красивое. Его можно было бы округлить до 12, но мы округлим его до 10, потому что мы можем фармить иногда не особо успешно. Нам может мешать противоположная фракция. Могут какие-то личные факторы сыграть на успех фарма и все такое прочее. Поэтому 10 тысяч голды в час. Прекрасное место, я считаю. С целью, например, фарма маунта за 5 миллионов вполне сойдет, почему бы и нет. Если тратить по 10 часов своего времени в день, то это 100 тысяч голды, а может даже чуть больше. И в итоге это можно неплохо так быстренько зафармить маунта. За 50 дней по 10 часов. Ну, для кого-то это быстро, для кого-то это медленно. Задумайтесь об этом. Всех вам благ, счастья, здоровья. Не забывайте о ссылочках в описании. Берегите ноги. До скорого.